Братва, всем привет! Вы находитесь на моём личном канале Корнея Тарасов. Передозировка! Короче, совсем недавно моя малышка поступила очень плохим образом, и я ей на это ответил ещё хуже образом. Малышка, расскажи, как ты поступила, а потом расскажу. Я дальше продолжение того, что я сделал. Я обиделась от тебя очень сильно за сторисы, за всяких... за то, что ты фоткаешься над с кембабами, тёлками и так далее. Когда ты пришёл домой, лёг спать, я забрала ключи, сумку, телефон, закрёл себе дома и уехала. У меня часов, наверное, 12. Приехала где-то под вечер, часов в 9, наверное. Да, брат, приехал тебя спасать. Чё делаешь? Ты не по айфонам не закрылся, ты написал мне на шнепле, а я написал. Да я в курсе, мне Карен рассказал, мы пришли тебя спасать. Частый вопрос, почему Корнея не мог выбраться и почему у вас один ключ? Потому что у нас один ключ. Ну, Тёма дал нам один ключ. Тёма подарила вам квартиру и у нас один ключ. Мы до сих пор не можем сделать дубликат. Нет времени на это. Нет времени, да. В итоге потом, в итоге потом она меня закрыла, на самом деле без телефона. Я не понимал даже, как время идёт и так далее. Я, ну, ориентировался так, в окно выглядываешь, ну, вроде там народ домой идёт. Я думаю, ну, понятно, уже где-то 6 вечера примерно она ориентировалась. Так, короче, по солнцу определялся, там смотрю, народ и народ. Ну, и как-то хуй забил, так это было очень неудобно, неприятно. Не понимаешь, что делать в этой ситуации, так как у тебя нет ни телефона, ни хуя. Я помню, Женя приехал нас спасать, меня. Лично спасать, потому что у нас были съёмки. Ну, после этого, буквально на следующий день, мы с ней провели нормальный день, фига моё. Ну, подавай себя. И я сделал так же. Я взял, вышел из квартиры, закрыл её так же на верхний свой замок, так как у нас два. Один на застёлку, а другой именно на ключ. Закрыл её на верхний замок и поехал, на самом деле, тусить. И я поехал ненадолго, я думаю, поеду всего лишь на сутки. Двое было, короче, край. Ну, типа, так же, ответьте и наказать. Это насколько далеко отсюда? Ну, это ехать часа 3-4 примерно. Ты заказываешь такси? Да, я закажу себе такси и поеду часа 3-4. Сколько стоит? Ну, рубля 4, наверное. И для чего всё это? Для того, чтобы... Для чего. Вот для того. Ну, я поехал на сутки, потом оказалось, что я поехал на вторые сутки. Потом оказалось, что на третьи сутки меня пригласили перекупчино, пацаны на движ на концерт. И я там с ними был. Короче, получилось, что малышка тут была 3 дня без сигарет, без воды. Без еды. Но я ей, короче, в глазок, как я понял, смотрел её сторисы. Ей подруга в глазок сок приносила. Там она пиво с трубочкой пила. Сигареты передавала. Даже ещё что-то передавала. И, по-моему, что-то там упало. Блядь, как в тюрьме. Ну, короче, были жёсткие условия, на самом деле, это полный пиздец. Ну, мне было не жалко. Не, я, знаешь, звонил ей, короче, но она трубки не берёт. Я написал смс, типа, ну, если ты не берёшь трубки, то, блядь, извини, сиди там ещё один. У меня ещё на ходе нет. Я просто не хотела брать трубки, потому что не хотела услышать оскорбления, унижения, там, всякое такое. Потому что я понимала, что ты находишься в неотрезном состоянии. Я всегда вжёл. И что от тебя можно ожидать? Что ты ещё можешь хорошего мне сказать по телефону? Тем более я закрытая дома и ничего не могу сделать. Почему ваше отношение жёстче, чем в Дом-2? В Дом-2 это постанова, а у вас ещё жёстче и при этом не постанова. Как вы вообще в таких отношениях живёте? Как мы в таких отношениях живём? Я не знаю. Не знаю, брат. Любовь-то верная. Типа того. Может, мне до хуй, знаю, так уж по приколу просто прикалываемся. Зато весело, брат, мне скучно, зато приключения есть и так далее. Прикольница, вообще, попалась мне. Чего? А ты что-то мне не очень прикольная попалась. Ну, бывает. Да, я ещё чуть-чуть, идём. Когда от меня не было, и что ты чувствовал, и какое у тебя было вообще в душе, что у тебя было, и понимал ли ты, что я мог уйти на 5 дней? На самом деле, нет. Я не думал, что ты там уйдёшь на 3 дня, вот так, как ты пришёл. Я на самом деле думал, что ты уйдёшь, и где-то максимум через часов 5 так вернёшься там, ну и так далее. Когда ты ушёл, прошло там часов 6-7 уже где-то под вечером. Я звоню свою подругу, и говорю, Юля, блин. Ты понимаешь, что я, блин, помоги, короче. Я без сигарет, без ничего, короче. Там Юля такая, да всё, без проблем, короче, всё, я еду, короче. Подруга далеко живёт? Подруга живёт на гражданке, на Трогражданский проспект. Мы над Ивент. То есть, не близкий путь проделал? Конечно, да. Хорошая подруга, кстати, Несенни Молодецка. Она приехала ко мне, мы открутили с ней глазок, это было очень угарно вообще. Она мне просовывала там сигареты, говорит, чё, погоди, короче. У меня есть друзья кое-что. Она открывает пиво, даёт мне эту трубочку, я через трубочку пила, там пиво стояла, мы поугарались с ней. Потом она уехала и всё. Мне стало потом очень плохо, я попила пиво, потом начала об этом всём думать, что между нами там происходит, какие у нас отношения там и так далее. А чем ты занималась, ноутбук смотрела? Я... Большую часть времени? Большую часть времени, не знаю, я слышала музыку, смотрела в стену. Ну, это честно. А почему ты в стену смотрел? Не знаю, ну я думала, профессионал такой. Что вообще может, что вообще может дальше ещё произойти? Вот смотри, у Корнея была дурная идея, он хотел всё бельё связать с 10 этажа, как в фильмах на белье спуститься. Хорошо, что он этого не сделал. Когда не было у меня сигарет, я просто смотрела в окно, я чувствую просто запах сигарет. Я смотрю вниз, а там как будто, ну, через там, я не помню, на каком этаже, короче, там стоял какой-то мужик, короче, курил. Просто у него сигареты прямо вот так, короче. Я ему хотела крикнуть, короче, типа, блин, не дай мне силы, там, или чем-нибудь так вот, что-нибудь придумать, короче. Чтоб он пачку закинул. Ну да, да, как-нибудь тоже придумать. Мне тоже Юля говорит, типа, я сейчас, типа, это, какого, если, типа, он не вернётся, я приеду с верёвкой, привяжу верёвку к двери, ты через глазок протянешь, короче, до первого этажа, а тебе хотя бы еды, типа, передам. Это, на самом деле, очень такое тяжёлое наказание на эти три дня, ты в непонятках сидишь, не понимаешь, что с тобой, как с тобой, что там придёт, кто не придёт, ты закрытый, и, блядь. Ну, я и заставил хинкалок немножко, конечно же, то есть, ну, не обиделся, там, килограмм хинкалок на три дня оставил, за 99 рублей купленные в магните, со сметанкой, тоже очень дешёвый, который стоит очень 30 или 49 рублей. Короче, и хлебушек у неё был, ну, потом чай тут, по-моему, был, ну, потом... Всё было, всё было, в чём самым приколом, он даже тогда через три, по-моему, дня, там, пришёл, тоже, блядь, не очень в трезвом состоянии, там, он убитый в хлам, он первое, первое, то, что он мне сказал, когда он зашёл домой, типа, ты ела, типа, у тебя всё в порядке, там, типа, почему-то, типа, не отвечала, типа, я, типа, переживала. Вы были на моём личном канале Корнеев Тарасов, парадозировка, всех люблю, всех обнял, подписывайтесь на мой инстаграм, инстасайз Корнеев Тарасов, цветной пёс, я ей эскизару, буду с вами, смотрите, следите за новыми новостями, всем пока. Может, пререкланируем инстаграм Ники? А, если что, подпишитесь на мою малышку Ника Обломова, Обломова, Ника, Ника Обломова, ну, короче, в Обломе постоянно, подпишитесь на неё, и что там, у неё уже 555 спичков, давайте, делайте. Бэм, 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 симпакат, бум!